Дома лучше. Режим самоизоляции касается всех, ведь болезнь не делают исключений. У каждой семьи свой рецепт от скуки и недостатка общения. О том, как проходит период самоизоляции в семье актеров Юлия Синьковского и Юлии Охотниковой, смотрите далее в нашем материале. В театральной семье Юрия Синьковского и Юлии Охотниковой скучно не бывает никогда. Поэтому приступы одиночества и тоски в домашнем режиме самоизоляции не грозят ни одному из членов этой большой семьи. Чаще встает вопрос, где бы найти свободную минутку и уединиться. Ведь в доме, где воспитывается пятеро мальчишек, всегда шумно и многолюдно. Отдельная история – накормить всех шестерых мужчин. Юлия, как заправский кулинар, готовит по большой кастрюле супа в день. И признается, что в самоизоляции количество их продовольственных запасов не изменилось, ведь стратегические запасы еды делались всегда. Самоизоляция продолжается. И сейчас оставаться дома – это единственное верное решение. Да, когда в доме пять детей, младший из которых еще грудничок, гулять на балконе и наблюдать за жизнью за кошкой крайне сложно. Однако в семье Синьковских в любой сложной ситуации спасает юмор. Во всем мире карантин, во всем мире карантин, и сидим мы дома, и есть в ста метрах магазин, есть в ста метрах магазин, до него исходим. Как же жаль, что один, когда рядом магазин, ведь я, друзья, не пью один. Как же жаль, что один, когда рядом магазин, ведь я, друзья, не пью один. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла